Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! В прошлый раз мы говорили о том, насколько опасно для человека отношение к бесам, сформированное их литературными образами. Очевидно, что на эти вопросы литература ведения ответить уже не может. И поскольку в европейскую литературу бес перекочевал из христианской религиозной традиции, совершенно естественно было бы выяснить, что же говорит об этом существе христианство. Вопреки распространенному заблуждению, сатана вовсе не является вечным антиподом Бога, а бесы – антиподами ангелов. И представление о духовном мире, как о некоем подобии шахматной доски, где черные фигуры на равных условиях играют против белых, в корне противоречит учению церкви о падших духах. В христианской традиции существует понимание четкой границы между Богом-творцом и Его творением. И в этом смысле абсолютно все обитатели духовного мира в равной степени относятся к категории творений Божьих. Более того, сама природа бесов изначально точно такая же, как и у ангелов. И даже сатана не является каким-то особенным темным богом, равным по силе творцу. Это всего лишь ангел, который когда-то был самым прекрасным и сильным творением Бога в созданном мире. Но само имя Люцифер, светоносный, не совсем правильно употреблять сейчас по отношению к сатане, поскольку это имя принадлежит не ему, а тому самому светлому и доброму ангелу, которым сатана когда-то был. Церковное предание говорит, что духовный мир ангелов был создан Богом еще до сотворения материального мира. К этому во всех смыслах доисторическому периоду и относится катастрофа, в результате которой треть ангелов, возглавляемых сатаной, отпали от своего Творца. «Увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю», читаем мы в книге Откровения, в 12 главе, 4 стих. «Причиной этого отпадения стала неадекватная оценка Люциферам своего совершенства и могущества. Бог поставил его над всеми остальными ангелами, наделив его силой и свойствами, которых не было больше ни у кого». И таким образом Люцифер оказался самым совершенным существом в сотворенной Вселенной. Эти дары соответствовали его высокому призванию исполнять волю Божию, начальствуя над духовным миром. Но ангелы не были подобием автоматов, жестко запрограммированных на послушание. Бог создал их с любовью, и исполнение его воли должно было стать у ангелов ответным проявлением любви к своему Создателю. А любовь возможна лишь как реализация свободы выбора. Любить или не любить. И Господь дал ангелам эту возможность выбирать, быть с Богом или быть без Бога. Невозможно с точностью сказать, как именно произошло их отпадение, но общий смысл заключался в следующем. Люцифер Деница посчитал, что полученное могущество делает его равным Богу и решил оставить своего Создателя. Вместе с ним это роковое для них решение приняли третья часть всех ангелов. И тогда между мятежными и верными духами, которых возглавил архангел Михаил, произошел конфликт, описанный в Священном Писании следующим образом. Это книга Откровения 12 глава с 7 по 9 стихи. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Так прекрасный зениц остался сатаной, а соблазненные им ангелы – бесами. Нетрудно заметить, что здесь нет ни малейших оснований говорить о войне сатаны против Бога. Как может воевать с Богом тот, кто даже от своих собратьев-ангелов потерпел сокрушительное поражение? Потеряв ангельское достоинство и место на небесах, падшие духи оказались подобны воинам, поверженной армии, сорвавшим с себя при отступлении ордена и погоны. Вот, собственно, реальное описание духов злобы поднебесных. А в следующий раз мы продолжим наши размышления на эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok